В день народного единства в Рязанском МКЦ буквально яблоку негде упасть. У входа зрители и гостей Рязани развлекал духовой оркестр, а праздничный концерт внутри начался с песни «Россия вперед». Впрочем, в этот день люди объединялись не только по месту рождения, но и по религиозным убеждениям. 4 ноября, например, православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. Ее образ, ее значение и ее личность стали символом отстаивания человеческих традиционных для нашего общества целей и ценностей. И в этот день отрадно, что теперь мы празднуем не просто память иконы Божией Матери, мы празднуем день народного единства, потому что наши цели и наши ценности едины для всего народа, потому что основа этих целей и ценностей в нашей вере. И с этим соглашаются все представители всех народов и всех религий. Свой праздник в этот день отмечали и мусульмане. Во-первых, в этом году вековой юбилей принятия ислама народами Волжской Булгарии. Торжества, кстати, поддержал президент Владимир Путин. А во-вторых, пятница – это тоже праздник. По словам имама Мухтасиба Рязанской области Рашида Бултачеева, вопрос единства людей разных вероисповеданий был актуален всегда. Родина объединяла. Разные национальности, разные вероисповедания, когда есть в этом нужда, они, конечно же, сплачиваются вместе и вместе стоят перед вызовами, чтобы защищать и оберегать наши дома, наши семьи, нашу одну единственную нашу страну. Сейчас стал вопрос о защите уже наших территорий, нашей Российской Федерации, где тоже и мусульмане, и немусульмане стоят бок о бок, защищают, во-первых, и себя, и защищают границы нашей страны и территории нашей страны. Более того, и здесь мусульмане Рязани тоже вносят свой посильный вклад, помогая нуждающимся, помогая тем, кто переселился с этих территорий к нам сюда, в Рязань. Вот недавно, буквально на днях, была отправка гуманитарного груза, и в том числе мы вложили туда Кураны для того, чтобы мусульмане там, на передовой, смогли в какие-то промежутки, когда нет бы их действий, почитать заповеди Всевышнего Аллаха. А еще в этот день был театрализованный парад национальных костюмов, как главный символ страны, объединившей сотни народностей и верой, и душой.